Рада видеть вас всем доброго вечера и в эфире Сити Лайф. Все самое интересное и полезное в сфере отдыха и развлечений нашего любимого города. Начнем мы, собственно, с самой волнующей темы для тех, кто на протяжении месяца были рядом, держали кулачки за наших участников и просто получали массу позитивного настроения. Шоу-танцы со звездами в Щегловске подошло к своему логическому завершению. По признанию конкурсантов, это был самый сложный месяц, как морально, так и физически. Ну еще бы! Эмоции потрясающие, все очень красиво, очень много народу позитивного, все замечательно на самом деле, очень хорошие, талантливые люди выступают. Участники все хороши в плане эмоциональности, в плане подачи себя, в плане выбора материала и абсолютно приятно было смотреть на то, что они совершают на сцене. Участники очень артистичные, всем очень довольны, замечательные, красивые, талантливые, очень талантливые. Шоу безупречное. Эмоции на самом деле очень много, бурные эмоции, наверное, самые сильные из тех, что были за первые два года. Все, удалось. Да, мой Руслан научился танцевать танго, научился делать поддержки. Он сильный мужчина, оказывается. Я им горжусь. Мы счастливы. Очень сильно. Слезы, видите, на моих глазах от радости. Спасибо Щегловску еще раз. Спасибо организаторам этого проекта. Все было здорово, замечательно. С Шуримовым спасибо. У меня лучший самый. Ребята, согласны с решением жюри? Жюри – это мнение каждого человека. Потому что мы общались все вчетвером между собой, вот так, видели свои достоинства и недостатки. Поэтому каждый достоин, каждый чего-то добился, каждый где-то немножко облажался. В принципе, нормально. То, что кубок отдали Насте, да? Вот, правильно. Я тоже считаю, потому что они у меня... Получается, что первых места два получилось, ну и как бы второе, третье. Да, так и должно быть. Прошли все ступеньки. Третье место, второе место, первое место. Поэтому я считаю, что нужно было поставить два кубка. Давай, первое, первое. А в каких вот шоу еще хотелось бы поучаствовать? Может быть, там, петь или там юмористические какие-нибудь шоу? Лучше, наверное, юмористические, чем петь. Квен. Да, да. Я бы хотела поучаствовать в битве диджеев среди юниоров, потому что это сейчас самая такая деятельность, которая мне очень нравится и близка. Фигурное катание, да. Эх, грустно было расставаться. Новые друзья, шквал эмоций, спасибо-спасибо, шоу «Танцы со звездами». Но это еще не все. Продолжение следует и третий сезон. Не за горами. И сегодня мы беседуем с моей дорогой коллегой, подругой и просто хорошим человеком. Оксана Фолина, и она же нам сегодня расскажет о всех своих приемах обощения. Привет, Оксана, очень рада тебя видеть. Рассказывай, кого ты сегодня уже успела обольстить. Да, Настя, привет. Но если ты сейчас внимательно посмотришь в глаза завороженные нашего оператора, то ты поймешь. Но не тебе ли не знать, если работа нравится, то вкладываешь туда все силы. И потом отдача, когда идет, тебе говорят, как классно ты сделал тот или иной проект, то вся усталость, она уходит, и ты получаешь от этого огромное удовольствие и готов работать еще и еще, и даже ночью. Расскажи нам, ты помнишь свой первый съемочный день, как и где это происходило? Ну, либо можно сказать о самом ярком съемочном. Ну, вот о самом ярком съемочном дне, помню, мое самое первое интервью было со звездой российской. Приехал к нам Олег Газманов. Я тогда безумно волновалась, у меня тряслись руки-коленки. Но когда мы сели вот так друг напротив друга, и вопросы сыпались одним за одним, он улыбался, отвечал все искренне, и потом по окончанию сказал, какой красивый и хороший журналист. То было, конечно, очень приятно, и все, тогда пошло как по маслу. Оксана, давай с тобой вернемся к насущной теме приема обольщения. Я очень знаю, ты красивая, ты популярная девушка, у тебя просто тысячи поклонников. Что ты с ними делаешь вообще? Такого, что у тебя постоянно по доставкам букеты цветов и сердечек, мишек, игрушек. Расскажи, как это вообще? Все свои приемы обольщения. Нет, ну все я, конечно, раскрывать не буду, если только за кадром, тебе, ну хотя ты и без этого справляешься. Да ладно. Нет, это правда. Поэтому, ну, нужно себя, наверное, вести искренне. Чуть-чуть капризности, кстати, это очень нравится парням, мужчинам, когда девушка капризничает, но в меру. Да, иногда я уже чувствую, что так, перегибаю палку. Оксана, у нас скоро грядет Новый год. Ты любишь Новый год? Да, мой любимый праздник. Как ты его предпочитаешь встречать? Ну, на самом деле, знаешь, для меня Новый год это семейный праздник. Может быть, сейчас все удивятся, да, и мои поклонники, и молодые люди всегда на это злятся, потому что я всегда отмечаю дома с родителями. Первое, второе, января, да. А 31-ое, нет, это круглый семейный стол, родственники и друзья потом. Оксана, спасибо тебе огромное, было очень приятно с тобой беседовать. И хочется от тебя услышать теплые, яркие, настоящие, искренние пожелания. Тем более, грядет у нас праздник Новый год всем телезрителям, которые нас смотрят. Как говорит мой один очень хороший знакомый, знаешь, я всем говорю эту фразу, и ты ее знаешь, тебе ее тоже не раз говорила. Чтобы все ваши мечты сбывались, а одна оставалась. Чтобы было о чем помечтать. Отдыхаем вместе с Титилайф. Пока совсем не подморозило, кружит мягкий белый снег, предлагаю немного прогуляться, подышать свежим воздухом, а еще лучше совместить приятное с полезным. Сейчас вы все увидите сами, главное, воспользуйтесь моим советом. Всеми любимый парк чудес приглашает окунуться в зимнюю сказку. Что может быть прекрасней прогулки с родными и близкими по снежным, уютным просторам. И не только. Здоровый образ жизни, хорошее настроение, и вот оно, счастье! Ю-ху! 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 И самое приятное, отведать чашечку горячего чая, и не только чая, вы сможете не выходя за пределы парка. Все в лисью нору. Ммм, хорошо-то как, решено, и я здесь остаюсь. И пусть весь мир подождет, именно такие были у меня ощущения, когда я окружила по льду. Приходите, развлекайтесь, отдыхайте, радуйтесь. И всеми любимая рубрика «Клаберы, тусовщики» для вас. Анастасия Нечаева и ночной клуб «Ганеш». Всем привет! Мы находимся в ночном клубе «Ганеш», который сделал нам незабываемый подарок – ночь пародии. Но к этому мы вернемся чуть позже. А какие подарки выбирают клаберы, узнаем прямо сейчас. Скажи, любишь подарки? Конечно. Конечно, люблю. А что любишь больше, получать или дарить? Получать. Больше дарить. 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 А какой самый вспоминающийся подарок, который тебе дарили? Ну, кольцо, наверное. Это мое колечко. Мне подарил мой молодой человек на мое день рождения, на 18-летие, на мое первое. Ну, это, в принципе, можно вспомнить из детства. Я не знаю, какую-нибудь игрушку именно, которую я хотел. Как мужчина, скажи, что вам мужчинам подарить, чтобы подарок всегда был при вас? Мне кажется, это должно быть какое-то украшение, о котором, то есть, всегда человек будет смотреть и напоминать, что, то есть, помнить, что это подарок от тебя. Наверное, верность у себя. Я думаю, подарить какую-нибудь вещь, которая напоминает о том человеке, который ее тебе подарил. Какой вот подарок является для тебя самым желанным, который хотелось бы получить? Хорошую жизнь. Машину. Предложение руки и сердца. Это, пожалуй, самый желанный подарок, который вообще, мне кажется, может получить, вообще мечтать каждая девушка. Самый желанный подарок – это, наверное, самый неожиданный, который просто приведет тебя в восторг. Вот такой подарок я хочу получить. Желанный подарок, который хотелось бы получить, еще его нет. Бриллианты. Бриллианты – друзья девушек, лучший подарок для них? Нет, я так не думаю. А цветы? Цветы, да. Знак уважения и красоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Были просто банальные цветы, какие-то мишки и все такое. Мне никакой не запомнился. Дарите любимым подарки. И даже самый маленький подарок становится великим даром, если ты вручаешь его с любовью. Ну, как, например, сегодня ночной клуб «Ганеш». А мы увидимся с вами 16 декабря. Специальный гость вечеринки – диджей Арсений, город Москва. 17 декабря вечеринка «Восточные сказки». Поисконтроль, дресс-код, вход бесплатный. До встречи! А вот если бы у меня спросили про самый лучший подарок, я бы ответила, положа руку на сердце. Конечно же, это вы, мои дорогие телезрители. Спасибо тем, кто был сегодня с нами. Всего вам самого доброго. Берегите себя. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!